Меньше двух недель осталось до главной автопремьеры года. Илон Маск пообещал 21 ноября выкатить новый электрокар. С одной стороны, тоже мне новинка. Я электромобиль 7 лет назад еще на автовазе видел и снимал. Сделали его на базе первой калины универсала, но в серию не запустили. А тем временем транспорт будущего все-таки докатился до Саранска. На неделе Юлия Пурунова отправилась к владельцу электрической машины и выспросила у него, как живет с электромобилю в бензиновом мире. В среду Илон Маск опубликовал этот твит у себя на страничке «Кибертрек» представят 21 ноября в Лос-Анджелесе возле ракетного завода SpaceX. Автомобиль, который впервые покажут публике, — это электропикап. По некоторым данным, у машины будет два электромотора и батареи, которых хватит на 500-800 километров. На автовазе сумрачные гении всерьез разрабатывали электромобиль еще в начале десятых. На базе «Лады Калины», которую сейчас перекрестили в «Гранту». Тогда тольяттинский электрокар получил приятное имя «Эллада». Разгонная динамика у него достаточно впечатляющая, особенно на старте, поэтому не надо резко давить на педальку. Однако дальше шоурумов и закрытых показов для журналистов эта машина не доехала. «Электрокалину» пытались тестировать в качестве такси в Кисловодске. Но по разным причинам проект был свернут. «А почем она?» «Дорогая». Обычных пользователей электрожигули оттолкнули ценой. В 2014 году «Эллада» обошлась бы в 960 тысяч рублей. Калиновского аккумулятора хватило бы на 10 лет. Впрочем, большинство журналистов всерьез воспринимать электроавтомобили тогда вряд ли бы согласились. В качестве дорогой пафосной игрушки – да, автомобиль на каждый день – нет. Однако меньше чем через 10 лет электрокары начали прописываться в обычных саранских гаражах. «Семья очень даже, как сказать, им нравится, они довольны, они меня поддержали и, можно сказать, подтолкнули. Я долго не решался покупать. Жена сказала, бери, раз надумал такое». Житель Саранск Алексей Кулин показывает, как живет один из первых электрокаров в Мордовии. «Зарядка идет от обычной сети 220 вольт. Вот розетка. Обычно ничего, никакого нету, никакой хитрости. Вставляется в розетку. И здесь, так скажем, в носу машины есть порт зарядки. Два порта. Один – это от обычной 220 вольт, а этот – от спецстанции, еще можно заряжать. Снимаем с ручника. И поехали». Электромотор крайне компактный и не занимает под капотом много места. Здесь нет ни ремней, ни свечей, ни громоздкой коробки переключения передач, ни выхлопной трубы. Бензобака тоже нет, как нет и системы охлаждения двигателя. Машине не нужен радиатор. Батарея плоская и живет под днищем. А так вроде бы привычный автомобиль, только работает на батарейках. Эдакая продуманная машина для ежедневного употребления. И это удивляет больше всего. Мы даже не заметили, что будущее уже выезжает на нашу улицу. «В ней остаточная емкость – 18 киловатт. Ну, 18 киловатт – это 64 рубля. То есть, ну, по нашему тарифу. То есть 64 рубля на 100 километров». В пересчете на язык бензинового двигателя это примерно столько же, сколько съедает мотор «Весты» в режиме трассы. Обычному автовладельцу, который утром отвозит детей в школу или детсад, едет в офис, а вечером за покупками и проезжает примерно 50 километров, заряжать выгоднее, чем заправлять. «Я как-то одно время понял, что я, не знаю, 90 процентов, наверное, перемещаюсь по городу, гараж у меня недалеко от машины, от дома. И думал, почему бы и нет. То есть начал сбрасывать пробег на бензиновой машине. И за полгода я проехал один раз только 100 километров. И вот поэтому думаю, почему бы не взять такую машину». В Германии крупнейший автостроитель мира группа «Вольксваген» в понедельник, 4 ноября запустила завод, который будет строить только электромобили. Концерн намерен повторить успех народного жука. Хотя справедливости ради, скажем, в успех электричек немцы до конца не верили. Как не верят и россияне. И у нас даже причин больше. Климат, например. Хотя наверняка примерно такие же аргументы использовали, когда утверждали, что автомобили никогда не заменят надежную лошадь. Юлия Парунова, Игорь Гангаев. Программа в центре внимания.